Добрый день дорогие друзья! После недельного молчания вновь у вас в гостях наша замечательная программа люди спорта и я ее ведущий Николай Валуев. Для тех кто только нас услышал и находится в пути желают этот путь благополучно закончить. Не забывайте что очень скоро вам придется надеть шипы потому что погода как говорится все холодает и холодает но все-таки я надеюсь настроение у вас замечательно для тех кто дома вот наш сегодняшний разговор с нашей замечательной очаровательной гости будем говорить о пляжном футбол простите чуть было не сказал пляжный футбол конечно пляжном волейболе у нас в гостях Евгения Уколова Евгения здравствуйте здравствуйте я хочу обязательно рассказать вы российская пляжная волейболистка четырехкратная чемпионка россии бронзовый призер чемпионата европы по волейболу 2014 года участница чемпионата мира 2011 года и олимпийских игр 2012 года победитель универсиады в казани 2013 года в паре с екатериной хомяковой мастер спорта ну естественно международного класса а я ничего не забыл нет нет этого достаточно вы знаете я очень надеюсь что вот ко всем перечисленным мною вашим регалиям добавится чемпионка олимпийских игр в рио на мне тоже это очень хотелось и меня что это мечта любого спортсмена золото олимпиады вот поэтому это главная цель жизни ну что я искренне я думаю что все наши радиослушатели присоединятся к моим пожеланиям и все-таки мы будем радоваться за вас в рио вы к нему наверняка готовить да вот как раз таки у нас следующем году начинается стадия отбора так сказать олимпийский цикл мы его называем и будет подсчет мировых очков это будет течение полутора лет лица до соответственно до олимпиады в рио вот поэтому задача номер один это попасть в 16 сильнейших команд мира чтобы отобраться напрямую на олимпийские игры и там уже смотреть дальше в будущее уже готовиться к медалям на олимпиаде знаете я побывал на универсиаде в казани и с моим коллегой александр дмитриевичем жуковым мы как раз присутствовали на одном из матчей пляжного женского футбола было очень интересно кстати мужчины очень любят ходить на эти матчи судя по публике которая там собора собралась мест свободных совершенно не было но все-таки об этом позже расскажите пожалуйста как в вашей жизни появился в волейбол я так понимаю что с пляжным волейболом вы связали себя гораздо позже ну да это наверное очень оправданно для нашей стороны потому что у нас нету на данный момент они возможного только только начинают появляться секции именно пляжного волейбола то есть таких вот прям в массовой доступности их не существует у нас в стране ну это потому что немножко опаздываем у нас еще вида спорта не было на соответственно понимать что наши климатические условия они не располагают к пляжным видом спорта уж точно чуть холодного да поэтому зимой это все сводится к подготовке в зале крытом и соответственно это немножко другие условия вот поэтому любой наверно спортсмены с тех кто сейчас у нас играют в сборной россии они все начинали свой путь с классического волейбола в том числе я то есть я прошла такую классическую школу волейбола потом предоставилась возможность попробовать себя в этом виде спорта и до этого я смотрела несколько матчей посещала соревнования мне очень понравился та обстановка которая во время игр на и на площадке и соответственно вообще вот все окружающее пляжный волейбол мне это очень вдохновило я решила себя попробовать в этом виде спорта неужели я не могу представить чтобы в свое время когда-то вы не занимались еще какими-то видами спорта до волейбола ну конечно мне кажется все родители наверное пытаются детей отдать во всевозможные секции особенно когда ребенок только начинает свое такое сознательное развитие и я тоже без этого не обошлась и занималась немножко и плаванием и бальными танцами но это подозреваю что родители отдали с точки зрения развития координации наверное потому что наверное мой путь был в волейбол предопределен у меня мама мастер спорта по волейболу папа очень так он любительский играет но кто же такой прям болеет этим видом спорта поэтому наверное родители знали что скорее всего рано или поздно они попробуют меня в волейболе но так чтобы себя немножко развить начала вот сплавание избальных танцев ну насчет развития все все замечательно получилось по крайней мере на мой взгляд для тех кто точно знает какой будет счет есть какие-то критерии по которым может волейболистка классическая волейболистка зале на твердом покрытии отличаться от волейболистки которые занимаются пляжным волейболом но наверное в нашей стране да потому что у нас все таки в классическом волейболе на данный момент преобладают ростовые данные поэтому если вы сравните сборную команды россии по классическому волейболу сборная команды россии по пляжному то бы ростовые данные особенно у игроков у которых ампула нападающий конечно будет существенно отличаться поэтому в нашей стране это так что вот можно сразу понять если это метр девяносто пять и выше то скорее всего ты игрок классического волейбола потому что в пляжном у нас все-таки игроки немножко пониже в других странах все по-другому поэтому там и в классическом волейболе есть не высокорослые игроки поэтому у них так немножко по-другому этот отбор проходит у нас стране наверное вот преобладающие такие физические данные ростовые тогда сразу закономерный вопрос в чем связь неужели рост не влияет на игру допустим вот в пляжном волейболе там же тоже нужно преодолеть высоту в конце концов забить но конечно рост он стоит блок до роста он вы правильно подметили что рост он дает свои преимущества особенно игра на блоке игра в нападение но в то же время нужно понимать что песок это покрытие на котором не так легко устоять ох я согласен очень много песке проводил на перемещаться по нему очень тяжело и поэтому я считаю что игрок должен быть очень такой на на физически координированный и наверное это вот одно из показателей почему все таки больше скорость но скорость да но я не могу сказать что скорость так наверное у нас есть случаев пляжном волейболе в других странах где там есть очень высокие девушки в частности сейчас вот в сборной команды канады пришла девочка тоже из классического волейбола она если я не ошибаюсь метр девяносто семь и конечно в начале она так немножко ее пошатывала но сейчас она как бы вполне уже обыгралась и очень уверенно себя чувствует на песке поэтому не знаю наверное было бы неплохо если бы все-таки кого-нибудь из классических игроков заинтересовать и чтобы они перешли потому что я считаю что на песке рост тоже он дает свои преимущества есть какие-то вот недостатки в качестве там перемещений и скорости но за счет она каких-то технических элементов можно это компенсировать но у нас явно наблюдается интересная тенденция допустим если мы будем сравнивать мужской там футбол до классический если уж так называть то его успехи и успехи того же самого пляжного мужского футбола но тут никак сравнение просто ни в какое мы там на песке чемпионы а тут мы вроде как почти нигде кстати очень тоже неплохие результаты показывают и наши девушки странно для россии такой холодный вроде бы страны и такие успехи с чем вы связываете пляжный волейбол он все-таки про футбол как быть ничего конкретного не знаю про волейбол мы все-таки уже как бы вид спорта ввели в олимпийские игры с 96-го года и поэтому уже прошло много времени и у нас в стране появились наверное такие пускай небольшие но школы пляжного волейбола какие-то тренера появились поэтому потихоньку развитие идет и плюс конечно федерации они на данный момент они вкладывают много усилий в развитии пляжного волейбола в частности и в данный момент с нами работает иностранный специалист марка солюстрия и вот уже на протяжении трех лет вот поэтому вот с его приходом очень много изменилось мы немножко по-другому посмотрели на этот вид спорта и поэтому вот наверное шаг за шагом и вот продвигаемся все дальше и дальше я думаю что у нас настало время для некоторой паузы мы сейчас прервемся но не уходите друзья мы же должны узнать кто такой марк солюстри в правом углу ринга николай валуев и люди спорта на спорт фм второй раунд люди спорта на спорт фм надеюсь что вы не заскучали во время новостей рекламы уважаемые друзья и напоминаю что у нас гостях евгения уколова наша замечательная волейболистка только речь сегодня идет о пляжном волейболе поэтому для тех кто этот замечательный вид спорта любит надеюсь вы получите удовольствие от нашего разговора спорт фм на самом деле вы сказали что иностранный специалист сейчас тренирует российскую сборную да марк солюстри кто это такой ну он в пляжном волейболе да в пляжном волейболе он достаточно известная личность у него уже за спиной если не ошибаюсь пять или больше олимпиад вот и работал он из как и с мужскими сборными так и женскими также был наставником наверное наши такой сильнейший самый титулованный пары барсу колодинский они сейчас уже не играют вместе колодинский вообще в принципе больше не играет в пляжный волейбол он сейчас является игроком клуба факел новой рингой в мужской суперлигии выступает по классическому волейболу что ж не выдержали что с ним ну там много обстоятельств определенных да вот поэтому он как вот и с ребятами работал потом у нас такая наверно была кризисная ситуация когда на кону стояло попадание на олимпийские игры 2012 года мы были там занимали не самой лучшей позиции действительно это было очень тяжело сделать и вот с его приходом он как-то очень систематизировал нашу работу очень много перевнес тактических схем игры и как говорится мы вот нашли свою игру и с тех пор да у нас было много перестановок и там какие-то девочки уходили в декретный отпуск кто-то был травмирован поэтому может быть результаты были не совсем такие на которые я думаю мы рассчитывали все вместе но он тем не менее мы вот продолжаем работу и надеюсь что вот ближайшие полтора года нам удастся добиться своих наилучших результатов я не могу опять же не сравнить команду которая состоит из большего количества игроков классический волейбол и в пляжном всего двое вот как вы находите или тренер помогает найти вам общий язык с партнером в данном случае екатерина хомякова с которой вы играли а на универсиаде а сейчас с кем сейчас у нас вот опять очередная перестановка произошла и я вот большую часть сезона этого провела с марию прокопьевы в паре сейчас на последние этапы у нас такое сделали замену небольшую и поменялись парами я сейчас предыдущие два этапа и на следующей неделе в бразилии буду играть с александрой моисеевой кто помогает но тренер наверно иногда помогает на бывают ситуации в которой лучше чтобы не улезал все таки а ты просто по-человечески интересно выясняете как-то между собой отношения мужчин тоже зачастую бывают какие-то нестыковки неужели у вас они не возникают у нас конечно возникает и самое интересное что чем наверно ты ближе общаешься с человеком вот вне спорта вот если вы с ним хорошие друзья и очень часто случается так что именно с этим человеком такие самые начинаются вот в случае конфликта такие прям серьезные выяснения отношения но не то что лично мне кажется как с близким человеком ты себя ведешь немножко как бы раскованная да и поэтому получается что когда вот случается какой-то конфликт он обычно бывает хуже с тем с кем ты ближе чем с человеком которым ты ну общаешься так посредственно в жизни так происходит да и в жизни то же самое поэтому вот конечно стараемся очень тяжело мы действительно всегда 24 часа сутки вместе и постоянно на выездах поэтому конечно конфликты они неизбежны но мы наверное стараемся вот когда ты чувствуешь что вот вода уже подступает краешку стараешься как-то вот не доводить до того что из это все вот выливается как-то чуть ну чувствуешь вот эту обстановку уже напряженной мы стараемся как-то очень мягко уйти от этого чтобы потому что вот все наверно ссоры конфликты они уж точно результаты не способствуют и я вот я вообще не люблю находиться в такой напряженной обстановке поэтому для меня лучше вот если есть какое-то такое предчувствие что может случиться беда то как-то уйти от этого но мне кажется два игрока должны быть ну как минимум разный по характеру да наверное вот это очень такой тонкий момент и мне кажется что тут должен тренер уже почувствовать потому что какому-то игроку комфортнее находиться на площадке с тем человеком который ведет игру который лидер который управляет в том числе его действиями какой-то игрок наоборот хочет быть лидером ему некомфортно когда кто-то начинает указывать там в клетке могут не уже да да совершенно точно поэтому мне кажется что тут уже вот наверно тренер он со стороны ему виднее он на эту всю ситуацию смотрит может предугадать какие-то моменты заранее поэтому вот но вы совершенно верно подметили то что в нашем виде спорта это конечно один из ключевых факторов потому что вы можете быть двумя талантливыми игроками но если вы не можете на корте вместе вот сплотиться и показать свою наилучшую игру то ничего хорошего из этого не выйдет поэтому тут сколько ни сочетания двух хороших игроков а именно должна быть команда одно целое спорт фм ну а как вы считаете к пляжному волейболу интерес в россии возрастает мне хочется в это верить что он возрастает и я думаю что действительно так потому что даже судя по этапам которые проходят у нас в стране если вернуться там там пять лет назад наверное это было не люди приходили но они плохо себе представляли что это такое кто мы такие чем мы вообще занимаемся на корте сейчас уже все таки есть люди которые в течение сезона иногда следят за нашими результатами могут смотреть у нас есть канал laola1.tv на котором транслируется большая часть всех наших этапов мировых и люди отслеживают постоянно и вот очень приятно когда допустим в москве приходишь на какое-то место где находятся тренировочные корты и люди подходят спрашивают как самочувствие как вам играется и мне это очень приятно и мне хочется чтобы в будущем количество болельщиков количество любителей нашего вида в спорту стало еще больше я надеюсь что этот вопрос не будет провокационным но все-таки количество мужчин желающих посмотреть пляжный футбол женский конечно она велико я это лично убедился в казани там действительно подавляющее большинство болельщиков были мужчины тогда опять же вопрос это уже даже от меня что означает вот эти два скрещенных пальца он жестов у нас очень много и кстати наверное это один из самых популярных вопросов которые в принципе журналисты я это для себя но я думаю что в принципе радиослушатели многие не знают да значит но у нас принято так как два человека и мы договариваемся у нас есть определенные комбинации эти комбинации связаны соответственно когда мы владеем мячом когда мы находимся на подаче и так называемые вот жесты пальцами которые мы показываем это сигнал который блокирующий игрок показывает защитнику или защитник показывает блокирующему игроку да вот он показывает зону которую либо игрок будет закрывать на блоке либо защитник просит закрыть эту зону на блоке вот соответственно есть такие наверное общепринятые один палец когда показывает это означает линейное направление то есть блокирующий закрывает линейное направление два пальца это диагональное направление но у всех команд это как говорится то же самое что с плавками у всех фантазия включается у всех есть свои жесты есть определенные комбинации допустим когда там защитник делает обманное движение бежит в определенную часть корта блокирующий игрок тоже делает обманное движение закрывает другую часть корта и для этого есть тоже свое соответствующее обозначение все это вот с помощью пальцев происходит потому что когда мы играем с иностранными командами и соответственно мы русский язык мало кто знает и мы можем в принципе устно договориться между собой и в течение розыгрыша но если допустим мы играем в в россии против как говорится наших соотечественников тут уже устно не будешь договариваться потому что понятно что соперники все поймут и им не составит труда положить мяч в другую часть корта ну да я корта большой а вас там всего двое да вот поэтому огромное поле для такого для маневра но все-таки о маневре я хочу расспросить вас в третьем раунде нашего разговора нам нужно к сожалению прерваться на рекламу дорогие друзья мы сейчас через несколько минут вновь с вами услышимся по углам и удачи люди спорта на спорт фм вновь дорогие друзья здравствуйте потому что я возвращаю вас в нашу студию говорим о пляжном волейболе евгения уколова наша прославленная на спортсменка сегодня в гостях победительница универсиады в казани евгения давайте продолжим мы с вами раскрываем ну такие то что можно раскрыть конечно секреты пляжного волейбола и говорили сейчас о жестах которые так или иначе призваны служить понятийным неким аппаратом для не соперников а для ваших для вашей партнерши можете ли вы заметить такой жест и понять какая игра будет напротив нет мне кажется это как уже не fair play как называется уже тоже нечестная игра и потому что мы не пытаемся никогда посмотреть что показывает соперник потому что у нас как бы принято это и соответственно и были случаи когда там кто-то из тренерского состава или из болельщиков пытался да но у нас это не принято нас как бы считается такая что это считается нечестная игра и поэтому я очень не люблю когда там бывают случаи когда болельщики начинают выкрикивать там она показывает один палец но мы как-то не обращаем на это внимание потому что мне кажется в этом и есть весь интерес игры самим разгадать тактику соперников понять что они пытаются сделать как они обороняются против тебя самим что-то придумать мне кажется это очень интересно и зачем облегчать себе жизни и мне кажется что в этом есть смысл нашей игры я очень надеюсь что в рио вы поедете и в принципе уже тогда это будет второй раз хорошо когда дорожка проторена вы ездили на олимпиаду лондон расскажите двух словах это какой опыт для вас это наверное незабываемый опыт мы да скажу честно что мы очень тяжело туда отобрались поэтому наверное когда мы поехали уже на олимпиаду мы не рассчитывали на то что мы сможем завывать медали потому что мы наверное трезво оценивали наши силы мы конечно боролись старались как могли но понимали что на данный момент мы не готовились именно к олимпийским медалям потому что я как спортсмен считаю что если ты идешь на олимпийские медали то это совершенно другой уровень подготовки и физической и технической и психологической и поэтому так как для нас это была первая олимпиада мне наверное вот именно хотелось вот вкусить вот эту обстановку понять что это такое как вообще все это происходит как ты выходишь на этот пятнадцатитысячный стадион и что ты ощущаешь потому что в принципе пятнадцатитысячный стадион и это был для меня первый опыт икры на таком гигантском стадионе и вот те ощущения которые ты испытываешь когда выходишь на площадку они конечно ни с чем не сравняться и в начале был и мандраж легкий потому что ты чувствуешь себя просто какой-то маленькой букашкой в этом гигантском котловане вот потом конечно ну спустя какое-то время становится легче вот но вот все эти ощущения конечно я до сих пор напомню хотя прошло уже два года мой поэтому а играли мы в принципе под группу у нас была последняя по счету и она считается не самая сильная то есть там собираются команды пониже то есть как бы из лидеров тебе достается слабейшая команда из лидеров вот поэтому наверное задача выйти из группы у нас была ну не то что проходная но мы понимали что скорее всего мы должны с ней справиться у нас были в группе итальянки канатки и команда Великобритании вот наверное против команды Великобритании был один из самых такие тяжелых матчей морально потому что весь стадион болел в против нас и было конечно как действительно тяжеловато потому что мы понимали что мы должны выиграть что классам мы наверно превосходили девушек из Великобритании но вëтта обстановка которая была на корте с ней наверное было гораздо тяжелее справиться чем с соперниками Вот, а дальше мы вышли из группы со второго места Мы проиграли в первом матче итальянкам 1-2, такой упорный матч был Но, в принципе, он, наверное, с точки зрения расклада по сетке дальнейшей турниры Таблицы, он не имел никакого значения Потому что, неважно, там выходишь с первого, со второго места Все равно попадаешь на второе место любой другой группы И жеребий этот слепой Поэтому, вот, к сожалению, наверное, эта игра такого значения Может, только вот придала бы уверенности Вот, и вот после группы попали мы на китаянок Один из них из фавориток Олимпийских игр Вот, уступили им, наверное Можно сказать, что без шансов Они, у них очень такая игра Получилось просто, они показывали какой-то сумасшедший уровень А кто их готовит? У них, у них не мают обычно никаких специалистов У них китайские тренера У них очень общий такой специфический подход И, если честно, я не знаю вообще, не представляю, как они готовятся Потому что видим мы их только на соревнованиях Когда они ходят гигантской толпой от мала до велика Все команды вместе, все тренируются вместе Никогда они не спарринговались ни с кем другим в течение соревнований Поэтому мне тяжело вообще сказать, как они готовятся Это, мне кажется, тайна какая-то Ну, может быть, да По принципу, что народу много, а вы же сильнейшие У них есть такой отбор А еще, назовите, на самом деле, пока на сегодняшний день самые сильнейшие Кто нам противостоит? Ну, вот я уже сказала, это китаянки Американки, бразильянки И сейчас вот по последнему сезону Хочу сказать, что очень сильно потянулись европейские команды Причем не какие-то там 2-3 определенные А вообще вот в Европе у нас очень сильно вырос уровень пляжного волейбола И я хочу сказать, что, наверное, сейчас европейские команды Ну, не то, что одни из главных претендентов на медали Но если раньше была гигантская пропасть между европейскими командами Вот, американками, бразильянками То сейчас ее практически нет Хорошо, тогда песок, солнце Это обычные атрибуты пляжного волейбола А если дождь? Приходилось играть? Дождь, конечно, и в дождь приходилось Единственное, когда могут остановить матч, это гроза Соответственно, потому что стоит аппаратура И в целях безопасности И бывали случаи, когда если прям вот, ну вообще Очень сильный дождь, что вот стеной ничего не видишь Что по решению у нас есть супервайзер на каждом этапе Это представитель Международной Федерации волейбола Он может принять решение об установке матча Или, соответственно, если матч еще не начался О переносе времени Вот, и третье, наверное, обстоятельство При котором могут отменить Это сильный ветер Когда вот достигают каких-то определенных показателей И что это уже небезопасно находиться на улице Потому что, соответственно, может там и полететь что-то И травма опасна Вот, и опять-таки Это все по решению супервайзера А так, бывало, что и в плюс 9 играли И в плюс 50 Поэтому мы готовы ко всем условиям Как оцениваете прошедший сезон? Очень неоднозначно я его оцениваю Были, на мой взгляд, были положительные моменты Были и отрицательные Но я считаю, что это полезно Что вот как бы так он прошел этот сезон Потому что он был проходным Не было таких, наверное, крупных каких-то соревнований И мне кажется, что этот сезон Было очень важно найти какие-то Вот, наверное, подход к себе Наиграть какие-то новые связи Поэтому я считаю, что-то получилось А что не получилось из этого Надо сделать выводы И как раз надо этим поработать Вот в межсезонье Перед следующим сезоном Ну, а слава богу, на это время будет Недавно завершился чемпионат Европы Вообще как? Удовлетворены или нет? У нас вообще много всяких этапов в Бет Это, наверное, был не чемпионат Это один из этапов чемпионата Европы Для нас очень важно было зайти на пьедестал Потому что это дает нам путевку на чемпионат мира Следующего года Вот, поэтому, да, наверное, всегда хочется Достигать только золотых медалей Но в данном случае то, что мы завоевали бронзу Я считаю, что это хороший результат И я рада тому, что мы получили завоевать путевку на чемпионат мира Это замечательно, потому что чемпионат мира Будет предварять отбор на Олимпиаду в Рио Дорогие друзья, я прерву вас на секундочку У нас блок новостей с рекламы И мы к вам вернемся Четвертый раунд Люди спорта на Спорт.ФМ Вновь возвращаю вас в нашу студию Дорогие радиослушатели, любители спорта Наша передача, к сожалению, будет скоро подходить к концу Потому что четвертый раунд А у нас гостя Евгения Уколова Победительница нашей замечательной универсиады в Казани И бронзовый призер последнего чемпионата Европы По пляжному волейболу Евгения, сейчас, конечно, блок вопросов таких, околоспортивных Но все-таки очень близких вам по духу Вы зачастую ездите за границу И я точно знаю, что вы хотели выучить английский язык По крайней мере, в ваших интервью это постоянно сквозило Дается найти время? Ну, да И нас, наверное, ввиду того, что мы, наверное, большую часть своего времени Бороваем за границу Я считаю, что я, наверное, уже вполне в рамках разговорного языка Освоил английский язык И, может быть, наверное, если работать в какой-то иностранной компании Этого не будет достаточно Но, тем не менее, для вот свободного общения с игроками С кем-то из официальных представителей С тренерами вполне хватает Вот, и тут, наверное, уже хотелось бы еще какой-нибудь язык подучить Для своего развития Не знаю, может быть, итальянский тренер-итальянец Пора бы уже по-итальянски общаться А, кстати, как он там находит с вами? Неужели с жестами? Нет, мы на английском языке общаемся На английском? Да Евгений, я очень хочу спросить Развивается ли клубный пляжный волейбол в России? Все-таки наверняка за границей он существует Сколько клубов сегодня в России? Не обязательно точное количество Но идет развитие? Пливаются новые клубы? Ну, начнем с того, что, наверное, за границей, в принципе, не существует понятия клубного волейбола Именно в нашем виде спорта связано это с тем, что за границей преимущественно Ну, чаще всего встречается схема, когда ты находишь себе напарника, вы встречаетесь Это команда того двора, команда этого двора, что ли? Нет, я имею в виду, что ты, как говорится, нашел человека, с кем у тебя хотелось играть Ты с ним договорился И дальше образуется как проект определенный То есть ты пытаешься найти себе спонсоров Ты ищешь себе тренера То есть ты, наверное, больше как в теннисе В большом теннисе Получается, это очень индивидуально, да? Да, и как таковых, наверное, сборных команд, вот где вот такая централизованная система Это, наверное, единичные федерации, вот наша федерация В Бразилии пробовали такую систему, когда вот всю свою, наверное, такую пляжно-волейбольную жизнь И проводили вот по такой индивидуальной схеме Потом они организовали такую централизованную сборную И почему-то им как-то это все не очень понравилось, они от этого отказались Поэтому у них в основном это такие индивидуальные проекты за границей У нас в стране есть клубная система То есть мы, несмотря на то, что мы игроки сборной команды Мы все относимся к каким-то клубам Их, наверное, не так много, мне кажется Наверное, до 10 клубов максимум Соответственно, чемпионаты России проходят по клубной системе То есть в финале... Это же удобно Неужели они не могут это понять? Это удобно, это удобно Но для того, чтобы оправдать эти клубы То есть как бы клубам, которые находятся внутри страны И, по большому счету, наши выступления за границей То есть на мировой серии Они не так интересны То есть их интересуют внутрироссийские первенства Но так как мы большую часть своего времени Постоянно играем в мировую серию У нас как бы это начинается в апреле месяце И заканчивается в декабре И вот в летнее время Летом может доходить того, что этапы проходят каждую неделю То есть, соответственно, времени для выступления На российских каких-то этапах У нас просто физически нету Но это у вас, вы в сборной А, допустим, может быть, у других девочек Могла бы быть возможность, по крайней мере, откачать мастерство в России Между собой Да, но вот тут мы упираемся в то, что не так, к сожалению, много этапов у нас проходит внутри России То есть есть региональные серии, есть этапы чемпионата России Но, не знаю, может быть, недостаточно того, что вот того количества соревнований, которые есть в течение сезона Потому что, действительно, вот сейчас вот если в мужском волейболе у нас в стране еще как бы команды набираются Вот, допустим, на тот же самый финал То на женскую часть, конечно, в последнее время так Не знаю, то ли из-за того, что мы постоянно находимся за границей И разница между нами и другими игроками, она очень сильно увеличилась Вот, но бывают игры, конечно, вот мы играем в финал чемпионата России Но какие-то матчи, можно сказать, проходные То есть ты даже не тратишь никаких сил на преодоление Пляжный футбол на самом деле зрелище захватывающее И публика очень жарко болеет Я видел это и на Олимпиаде, я видел это на соревнованиях, которые там Евроспорт показывает даже А существует ли вообще понятие коммерческий пляжный волейбол? Тут есть такая мировая, называется мировая серия У нас на каждом этапе есть призовые Есть этапы большого шлема То есть это там, где дается больше рейтинговых очков И, соответственно, больше призовой фонд Есть этапы open, то есть открытые этапы На которых чуть меньше и рейтинговых очков, и призовые поменьше Вот, поэтому мы, вот я говорю, что, наверное, наш вид спорта больше похож не на волейбол, а на теннис Да, мне прямо какое-то дежавю, словно передо мной теннисистка рассказывает Да, у нас вот как бы точь-в-точь Точь-в-точь Да, точь-в-точь, то есть мы ездим из страны в страну У нас также квалификации есть, есть основная сетка То есть вся система проведения соревнований в пляжном волейболе напоминает теннис Только, соответственно, призовые поменьше И в теннисе все-таки больше всяких серий То есть, там, допустим, ты проиграл квалификацию, ты тут же можешь поехать в какое-то другое место То есть соревнований очень много У нас чуть поменьше Ну, вы говорите о рейтинге, рейтинговых очках, а если случилась травма? Вот это уже большая проблема Случилась травма Ну, вот какой выбор? Допустим, такие ведущие игроки, немецкие, Лаура Людвиг и Кира Валькинхорст Они начинали сезон вместе, выиграли первый этап большого шлема в Шанхае И после этого у Киры нашли вирус, вирусное заболевание И она завершила сезон Ну, то есть было известно, что она не сможет его больше играть Потому что нужно хорошо вылечиться, готовиться уже к олимпийскому отбору И вот перед Лаурой встал вопрос, что же ей делать дальше То есть целый сезон впереди А заканчивать сезон тоже она была не готова И тем более это не полезно, нужно иметь игровую практику постоянную И она договорилась с одной из девушек тоже из Германии И они подписали такое соглашение, что все оставшиеся этапы большого шлема Они будут играть вместе Но только лишь до того момента, когда напарница ей выздоровеет Да, да А если она, это в случае как бы серьезной травмы То есть, соответственно, как бы игрок пытается найти другие варианты Если травма не серьезная, то либо так же, чтобы не терять игровую форму Ты договариваешься с каким-то другим игроком и едешь, выступаешь Либо тогда уже ждешь, пока твой напарник восстановится Раньше пляжники тренировались в Анапе А сейчас? И сейчас И сейчас Да Ну, у нас в Анапе стоит база Всероссийской Федерации волейбола Там есть и открытые площадки, и крытый зал с песком Поэтому зимой мы очень много времени там проводим Тренируемся в зале, и потом уже ближе к началу сезона Выезжаем в места, где уже можно выйти на улицу А сейчас вот еще появилась альтернатива такая В Сочи мы проводили финал чемпионата России в этом году И там построили очень неплохую базу Там есть корт, но он, правда, открытый Но вот так вот летом можно туда еще приехать Ну там, на самом деле, и сейчас очень даже тепло Да, у нас сейчас там мужская сборная 30 или 28 Для тех, кто точно знает, какой будет счет Спорт-ФМ Многие спортсмены, ну так, по спортивной стезе Они идут, обучаются в институтах, которые Околоспортивные или уж точно спортивные А вы закончили экономический факультет МАТИ Почему именно этот вуз? Очень серьезный выбор Я, наверное, вообще, когда в школе была Я еще так до конца не представляла, наверное, ничего Как дальше сложится моя судьба Буду ли я заниматься профессиональным спортом И, наверное, с помощью родителей, безусловно Я выбрала такой, наверное, серединный вариант Что, если вдруг там что-то случится Все-таки, как бы, закончится образование неспортивное И, возможно, куда-то пойти работать, не по спорту Вот, и плюс еще в этом вузе была возможность То есть там были знакомые, которые могли бы подстраховать То есть там, наверное, ко мне такие были, наверное, смягченные требования Ну, понятно Вы много отъезжаете куда-то Да, меня очень беспокоил этот вопрос Потому что в каких-то вузах, в которых у меня были другие варианты Но там категорически говорили, что нет Либо учиться, либо играть То есть тут, как бы, при условии, что я буду выполнять определенные задания Требования преподавателей То могли закрыть глаза на мои отъезда Ну, я надеюсь, что с развитием студенческого спорта в России Таким ученицам, как вы, будет только зеленый свет во всех абсолютно вузах Женя, спасибо вам огромное за интервью Очень было интересно узнать о пляжном волейболе Дорогие друзья, а я хочу вам напомнить, что у нас сегодня в гостях Евгения Уколова, российская пляжная волейболистка Четырехкратная чемпионка России Мастер международного класса Победитель универсиады в Казани Я надеюсь, что наша претендентка на то, чтобы поехать в Рио И защищать честь нашей страны в пляжном волейболе Спасибо большое Женя, спасибо огромное Дорогие друзья, я надеюсь, что через неделю мы с вами услышимся Хорошего вам пути для тех, кто дома Погоды, берегите себя и ваших детей Дамы и господа, победила дружба! Люди спорта на Спорт.ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова